новый мир эмоций в мир бмв там горит человек горит это бмв горит но едет стало гораздо агрессивней всем привет с вами гриша за мной стоит автомобиль и вы могли бы подумать что гриша стал автоблогером но нет это не совсем так потому что это не просто бмв x5 есть 70 какого-то древнего года это буквально моя первая бмв то есть эта машина именно эта машина стала скажем так стартом моего перехода с американских автомобилей в клан а вот бмв водов и хотя я уже с тех пор вернулся обратно к американским автомобилям но вот эта машина запустила целую череду бмв я купил в 2013 году но она была у моего хорошего друга но все это время машина фактически оставалась моей собственности то есть я вам сейчас покажу документы это моя машина я за все это время за нее плачу налоги вот и собственно вновь практически поэтому она ко мне сейчас и вернулась вот мы ее забрали из собственно крытого паркинга где она простояла со слов вот моего знакомого где-то три или четыре года без движения собственно мы поменяли просто аккумулятор машина завелась и поехала без всяких проблем а кто-то говорит что бмв ломается но нет так что что же у нас есть это бмв x5 кузов и 70 мотор 48 бензин без надувной 355 сил машина американец для американского рынка сделано в америке практически полная комплектация а год у нее по моему 2007 или 6 я сейчас точно вам сейчас посмотрим в птс и в общем у нее есть ну 20 и диски от м ки это понятно установленные расширители это я помню сам устанавливал чем внутри у нас комфортные сиденья с вентиляции с массажем со всеми регулировками подголовничек даже есть есть панорама панорама мы еще не трогали потому что панорама может быть сломан или сломается в тот самый момент когда мы ее будем проверять поэтому проверим это чуть позже в общем нет только наверное задних мониторов вот но здесь есть папочка эта папка собственно говоря из 13 года здесь какой-то счет в общем акт приема передачи вот смотрите 8 апреля 2013 год собственно я именно кашин григорий александрович вот вот эту машину я купил в 2013 году год у нас 2007 год вот так и обещал общем 48 бензин x5 может самый первый x5 эта машина реально изменила на жизнь то есть до этого я ездил на американские машины да на мощных да на классных но эта машина помимо того что она едет разгоняется она еще управляется и тормозит то есть для меня это было можно сказать переход совершенно новый мир эмоций в мир бмв да то есть я сейчас конечно звучу как типичный бмв наверное дрочер да но я этого даже не стесняюсь потому что это реально классная тачка в общем у нас план такой она видите в слое какого-то не знаю сколько здесь пыли но в общем мы сейчас я загоним на мойку мы ее помоем покажем как она выглядит собственно говоря вот в своем первозданном виде вот ну и дальше будет на замена масел жидкости и диагностика там горит чек чек горит это бмв чек горит но едет вот она завелась давай колям говори вот так вот звучит 48 на стоковом выхлопе ничего даже не вырезано все работает в общем вот так вот оставайтесь с нами сейчас будет еще интересней и продолжаем наш обзор или не обзор или просто разговор про бмв x5 е70 что у нас собственно говоря происходит самим автомобилем ну как вы наверное могли заметить нам автомобиль достался на зимнем с этапе да то зимняя резина шипованная стоят двадцатые диски но они не знаю кто разбирается сразу видит что это одноширокий комплект то есть размер 265 по моему там 55 ну вот а так как на кузов установлены расширители да то есть вот такие вот если вы видели то есть они бывают ну крылья плоские а бывают вот такие вот расширители соответственно здесь должна сзади стоять ну соответственно более широкая резина но в летнем варианте то есть разношить сзади 315 спереди 275 вот это в ближайшем будущем уже будет на этом автомобиле мы сейчас выбираем наиболее интересный вариант дисков смотрим что весь на рынке для этих кузовов может быть что то есть на бу рынке что-то на новом в общем будет подбора если вы знаете что надо поставить на это автомобиль напишите в комментарии скиньте нам ссылки мы обязательно этот вариант рассмотрим это будет уже в последующих выпусках потому что что этот автомобиль а естественно остается у нас он будет развиваться неким таким проектом типа что можно сделать собственно говоря вот уже не самым свежим кузовом е70 бмв напоминает 48 бензин 355 сил мы также уже удалили катализаторы потому что что потому что они старые там стали оригинальные катализаторы и одна из ошибок которая вышла в ходе диагностики это ошибка по катализаторам соответственно сервис рекомендовал но банально их удалить заведем машину посмотрим изменился ли выхлоп да но скажем так это гораздо лучше звучит утром когда происходит так называемый холодный пуст сейчас машина уже прогрелась поэтому такого эффекта не будет но тем не менее будет достаточно интересно поэтому затемненные фонари как же без них а ну вот да сразу слышим давай газу нормально как бы и могли собственно говоря удостовериться стало гораздо агрессивнее и собственно что еще надо это же бмв вот под нагрузкой это еще интереснее особенно спорт режиме коробки потому что если едешь на бмв надо не забыть включить спорт режим коробки хорошо в общем выхлоп еще будет дорабатываться потому что опять же машина долго стояла некоторые элементы выхлопной системы немножко заржавели также будем искать варианты что можно сделать с выхлопом возможно сделаем регулируем выхлоп то есть будет и прямоток и собственно говоря более тихий вариант с баночкой для культурных мероприятий так скажем вот чтобы не сильно беспокоить соседей и в общем то не всех раздражать сразу вот в общем давайте посмотрим что у нас салоне потому что здесь кожа здесь комфортные сиденья да ну понятно что это самый износ сиденья есть перфорированная кожа значит что у нас есть вентиляция она работает здесь есть также массаж пятой точке он тоже работает что вообще большая большая редкость все это вот так вот замечательно ездят еще есть подголовник он они это ломается спинка у нас как подголовник а подголовник очень много подушечка есть она вручную регулирует это все таки семерка вам бмв нет всего лишь x5 сиденья супер комфортно это вообще если у кого-то стоит выбор купить бмв с обычными сиденьями или с комфортными всегда ищите с комфортными сиденьями вы сильно пожалеете если бы сравните обычные сиденья с комфортными и поймете что у вас не те которые нужны вот потому что и в дальней дороге да и в любой дороге эти сиденья гораздо гораздо удобней